Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, как вы видите, я снова в строю. Вместе с вами мы продолжаем следить за тем, что происходит на финансовых рынках, за основными событиями, за динамикой мощной, такой трендовой. Явно это то, что можно констатировать по ряду финансовых инструментов. И я надеюсь, друзья, что в ряде этих трендовых движений вы не просто участвуете в качестве стороннего наблюдателя, а действуете вместе с трендом, то есть тот же самый европейский валютный актив вы продали, и в отношении доллара по-прежнему рассматриваете только длинные позиции. Очень приятно мне то, что по возвращению есть возможность констатировать те сделки продажные, которые наконец-таки реализовались в плане нисходящей динамики по нефти. Потому что, честно говоря, если отмотать на начало прошлой недели, я, может быть, как и многие из вас, кто видел объективные причины для нисходящей динамики, уже устал говорить о катероках в 80 долларов за баррель. И тогда же меня интересовал вопрос, надеюсь, как и многих из вас, почему при таких ценах на нефть по-прежнему никак не могут проявить себя продавцы? Почему никак не проявляют себя представители ближневосточного картеля? Неужели их все устраивает, то, что происходит? И неужели они не видят те риски, которые, на мой взгляд, были очевидны для многих? Сейчас, наконец-таки, на рынке нефти развилась нисходящая динамика. Это не та еще нисходящая динамика, которую хотелось бы видеть. Пока потери активов составляют чуть больше 5%, я думаю, что, друзья, такими стараниями, нашей с вами верой в то, что есть предпосылки для еще большего спада, эта коррекция может перерасти в нечто большее. И стоит для всей нитянки по капитализации там процентов 15-20, ну уж точно это даже минимальные ориентиры. Но здесь стоит сделать небольшую ремарочку, не хочется, конечно же, наокаркать, хочется, чтобы продавцы продолжали верить в себя и, собственно, тащили нефть все ниже и ниже. Текущая неделя очень интересная и насыщенная на фундаментальный фон, на события. Хорошо, что мне удалось вернуться, опять же, на рынок вот сейчас именно. Впереди у нас и данные по рынку труда США. Это отчет ADP, собственно, сегодня мы его будем разбирать в пятницу. У нас классический non-farm perils, который является путеводным, собственно, огнем для долгосрочно ориентированных покупателей доллара, потому что последние нонки, которые мы анализировали на протяжении трех-четырех месяцев, они стимулировали покупки доллара и позволяли нам верить то, что американские облигации, которые являются катализатором для укрепления курса доллара, есть очень хорошее основание для сохранения восстановительной динамики. Мы делали акцент на десятилетний трежерис, прорвались выше трех процентов. Сейчас, правда, небольшой откат, хотя если вы посмотрите на десятилетние облигации сегодня, вот рост уже очевидный, плюс 2,5% практически прибавили, 2,82% текущая доходность десятилетних казначейских бумаг. И я думаю, друзья, если нас статистика не подведет, то к пятнице уже постфакта non-farm parallels и довольно сильных данных, если они будут оправданы по уже фактическим цифрам, думаю, что доходности трежерис снова будут тестировать показатели в 3%. Сейчас и без, собственно, доллара достаточно факторов, которые могут приводить к ослаблению рисковых инструментов, чего стоит только тот обвал, который идет по евровалюте. И если раньше все говорили о небольшой коррекции, все говорили о максимуме там потенциала входа в район 1,15, сейчас все кардинальным образом изменилось на фоне политической неопределенности рисков, о которых мы сейчас поговорим. Многие снова стали поговаривать о высокой вероятности паритета. И честно говоря, друзья, если сценарий фактически будет реализован, исходя из-за самых таких мрачных ожиданий того, что происходит в Италии, в Испании, этот ориентир может действительно быть достигнутым. Мы ждали его много лет назад, но потом ситуация резко изменилась из-за Трампа. Сейчас очередной, скажем, реверанс в этих настроениях. И может быть сейчас, когда мы меньше верили в то, что евро может обвалиться так серьезно, в итоге мы эти уровни и увидим. Ну, давайте поговорим чуть конкретнее по основным инструментам, с вашего позволения. Я сегодня не буду останавливаться детально и, скажем, довольно фундаментально, может быть, насыщенным на каждом активе. Сделаем это размоем, вот опять же, новостной фон в ходе следующих брифингов, чтобы также войти в нашу привычную стезю. Вот в отношении нефти, вы сами прекрасно видите, 75 долларов за баррель мы уже, собственно, тестируем. Друзья, те, кто все же принял для себя решение, что апогеи в районе 80 был достигнут для нефтянки, те, кто видел фундаментальные причины, почему нефть должна снизиться, сейчас находятся в этих коротких позициях. Может быть, еще не удалось отбить те потери, которые пришлось понести, потому что мы продавали нефть гораздо раньше. Но вы сохраняете уверенность в том, что этот нисходящий тренд, сейчас многие считают просто лишь небольшой откат перед дальнейшим ростом, никакой не откат, а самая настоящая ралли, которая, в конце концов, позволит нам говорить о новом тренде медвежьим. Вернемся, опять же, на несколько торговых сессий назад, когда мы с вами констатировали, что высокие цены на нефть для всего сектора нефти, для всей нефтянки, это больше минус, нежели чем плюс. Почему? Потому что дорогая нефть дает ложные надежды, действительно, жительниц по артерам нефти, которые, собственно, их благополучие зависит от того, что происходит на ценовом рынке, ценовой конъюнтуре. Высокие цены на нефть стимулируют и поддерживают сланцевый бум в США, в результате которого показатели нефтедобычи уже зашкаливают историческим максимумом. Я думаю, что производство будет только увеличиваться. Ну и, конечно же, главный, наверное, вывод, который нужно было сделать для себя, в виде котировки в районе 80. То, что при таких ценах нет ни единого шанса на то, что представители ближневосточного картеля в содружестве с другими регионами, которые примкнули к энергетическому пакту о снижении нефтепроизводства, продлят эту сделку за пределы 2018 года. И сейчас вот последний комментарий, может быть, он и стал причиной тех распродаж, которые мы наблюдаем, опять же, с отсылкой на Саудовскую Аравию, с отсылкой на Россию, о том, что на июньской встрече, которая уже совсем скоро, друзья, произойдет, это не технический комитет будет встречаться, это не мониторинговый кабинет, это министры энергетики соответствующих стран будут решать именно будущее сделки энергетического пакта. И, опять же, ссылаясь на комментарии, уже есть сигналы того, что, скорее всего, будут поняты вопросы, если не о завершении действия этой сделки, то, по крайней мере, небольшое смягчение вот этих квот, либо снижение ограничений. Напоминаю, что сейчас в рамках этой сделки действует договоренность, что ОПЕК должны держать производство ниже 32,5 миллионов баррелей в сутки, и в совокупности производители нефти должны были снизить производство на 1,8 миллиона. Ну, в какой-то мере им действительно это удалось сделать, производство сейчас держится ниже 32,5 миллиона в рамках ОПЕК, но мы видим, что это, скорее всего, уже, скажем, прошлая статистика, и, возможно, через квартал мы будем уже с вами говорить о том, что производители ОПЕК увеличили производство, потому что того требует ситуация. И вот как изящно, собственно, выкрутились представители ближневосточного картеля, они не обозначили собственные страхи, скажем, общественности за то, что они переживают за экспансию американских производителей, они переживают за то, что рост активности нефтедобытчиков США фактически угрожает их доле рынка. Они сообщили о том, что было бы неплохо сейчас пересмотреть условия этого пакта, поскольку очень резко просела нефтедобыча в Венесуэле. И поскольку мы, прежде всего, заботимся о стабильности на рынке нефти, нужно поддерживать этот баланс спроса и предложения. Но, друзья, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что усилия ОПЕК и такие пока что новостные комментарии, возможность, вероятность того, что сделку не будут продлять и, более того, снизят вот эти ограничения, сократят эти ограничения, это уже первые звонки, которые готовят нас к тому, что в июне такие решения будут приняты. Поэтому нефтянка уже логичным образом отреагировала снижением. Я думаю, что разговоров на эту тему будет все больше и больше. И я надеюсь, что нисходящая динамика будет продолжена. Собственно, для тех, кто хочет поторговать нефтью именно на факте снижения, можно использовать отложку селлимит с уровня 76.50. Друзья, я думаю, что из этого может выйти очень хорошая сделка, особенно если дальше мы будем получать еще больше сигналов о том, что нет больше оснований для того, чтобы полностью соблюдать обязательства этого пакта. И если мы параллельно будем еще получать сигналы о том, что американские производители продолжают ввести активность на всем рынке нефти, не только увеличивая нефтодобычные и экспортные поставки. То, что производство нефти растет, вы сами прекрасно видите. Последний отчет Baker Hughes, количество нефтерминалов сразу скакнул на 15 единиц до 859. По-моему, это максимум уже с 2015 года. Дальше будет больше, друзья. Потому что даже несмотря на коррекцию, которая произошла за последние дни, все равно котировки WTI находятся на уровнях гораздо выше рентабельности. Этот бизнес не просто находится выше, скажем, уровня окупаемости. Это бизнес нефтяной в Штатах сейчас позволяет работать на показателях экстрадоходности. И ничего не изменится в ближайшие месяцы уж точно. А поэтому в этом мы должны видеть больше причин для того, чтобы нефтянку продавать. И уж, пожалуйста, не стоит больше цепляться за факт того, что США вышли из ядерной сделки по атому с Негераном. И это решение станет причиной подрыва баланса и сокращения предложения на глобальном рынке. Я надеюсь, вы все уже смирились с тем фактом, что Соединенные Штаты Америки не могут, скажем, в единоличном ключе повлиять на глобальное предложение. Очень много, опять же, тех, кто следит за нефтью, говорят, что это есть переломный момент. США вышли из этого соглашения. Соответственно, можно говорить о том, что было до 2012 года, когда котировки росли и находились на высоких значениях. Я напоминаю, друзья, то, что события до 2012 года не имеют ничего общего с тем, что происходит сейчас. До 2012 года финансовые и экономические санкции, которые действовали в адрес Ирана, действовали не только со стороны США, но и со стороны Китая, со стороны Германии, со стороны Франции и, собственно, России. Сейчас эти страны не поддержали инициативу США и по-прежнему сохранили свою приверженность сделке и ядерному соглашению. Поэтому мировому предложению ничто не угрожает. Делаем ставку на статистику по Штатам, делаем ставку на предстоящее июньское заседание ОПЕК и делаем, наконец-таки, еще большую ставку на то, что в этот раз терпение ближневосточного картеля все же лопнет, и они уже с меньшей уверенностью будут разбрасываться с заявлениями о том, что сделку нужно продлять за пределы 2018 года. Европейская валюта против доллара, евро снижается, этим, в принципе, все сказано. Если раньше мы говорили о том, что евро находится под серьезным давлением из-за спреда доходности облигаций немецких и американских, действительно, он и сейчас остается на высоких значениях, то есть на многолетних максимумах. И это подрывает желание трейдеров, инвесторов, конституциональных капиталистов, опять же, парковать свои капиталы в юрисдикции Европы, то есть в активах европейского происхождения. Есть куда более доходные, более надежные активы сейчас. И вот этот спред доходности, он существенным, кардинальным, радикальным образом изменил вообще географию движения капитала. Евро стало за этого терять. Сейчас мы можем говорить о новом, более весомом факторе влияния на евро, это политические риски. Их сейчас очень много. Кстати, мы, по-моему, еще несколько недель назад касались темы политических рисков в Италии, но я сознательно не делал большой акцент на этот новостной фонд, потому что параллельно следил за тем, как реагируют на происходящее национальные облигации, те же самые итальянские. Там серьезных движений не было, поэтому я предположил, что пока что политический кризис не вошел в ту фазу, когда мы можем отказаться от идеи продажи европейской валюты только на основании роста доходности трежерс. Сейчас политический кризис вышел на новый уровень, и он охватил больше стран. Сейчас, помимо Италии, мы обсуждаем еще и, собственно, Испанию. Напоминаю, что выборы в Италии прошли относительно недавно, в марте. Следующим этапом этих выборов должно было стать формирование коалиционного правительства, но как только стало ясно и понятно, что это коалиционное правительство может быть формировано из евроскептиков, еврорадикалов, сторонников автономности и выхода из состава Европейского Союза. Собственно, президент Италии воспользовался своим правом вето и не дал дорогу этим кандидатам в правительство. Соответственно, сейчас на пороге новые выборы, они могут, друзья, состояться. Но кто-то говорит, что, скорее всего, осенью, кто-то называет более ранние периоды, конец июля. В любом случае, очень длительный период еще неопределенности, и мы с ним будем работать. И чем больше пройдет времени до следующих выборов в Италии, тем, скорее всего, больше будет шансов того, что у еврорадикалов появится больше сторонников. И, соответственно, после проведения выборов мы действительно вернемся еще к теме не только роста политической неопределенности, а к теме продолжающегося развала Европейского Союза. Поэтому, если вам не хочется вариться сейчас в политической теме, если она не интересует, и вы считаете, что политика особо не влияет на то, что происходит, вы должны уяснить следующее. То, что если есть такого рода политические риски, конечно же, все изменения, которые могут произойти в монетарной политике, ставятся автоматом на холл, на паузу. А поэтому, если раньше мы говорили о том, что Европейский Центральный Банк не будет менять денежно-кредитную политику и отказываться от мягкого потекста, от программы количественного смущения в 30 миллиардов евро в месяц и низких процентных ставок, аргументируя это подавленной инфляцией, сейчас, помимо этого, мы можем говорить о том, что стопором для Европейского Центрального Банка будет еще и политический кризис. И помимо Италии, хочется отметить еще и Испанию, там коррупционный скандал, который уже стал, возможно, причиной самого настоящего вотому недоверия. Он будет выражен, премьер-министр Рахою, возможно, конечно же, уже в эту пятницу, то есть это послезавтра фактически такая локальная кульминация для европейской валюты. Я думаю, что до пятницы, скорее всего, евро будет оставаться под таким же серьезным прессом. А если дело дойдет все-таки до вотому недоверия, и, возможно, снова до новых выборов и в Испании, друзья, ну тогда шансы европейской валюты получить еще один мощный пинок для движения в район фаритета будут действительно еще выше. Это политические факторы. Добавляем сюда рост доллара, индекс американской валюты остается на высоких значениях. Добавляем сюда ожидания также июньского заседания ФРС, когда будут подниматься процентные ставки. Они точно уж такнут трежи сверху, это усилит спред доходности с немецкими бумагами. И по Европе, по еврозоне, по евро получается нет ни одного фактора, которым можно было бы оправдать возвращение интереса к этому активу. Это не значит, что евро будет сыпаться, друзья, неуклонно вниз. Вы должны понимать, что любое трендовое движение, оно в любом случае проходит в зигзагообразном формате. То есть и быки, и медведи борются между собой, инициатива переходит только к одним, только к другим. Поэтому и тренд, он не может быть такой линейным, скажем, масштабе из точки А в точку Б. Будет большое количество и локальных максимумов, и локальных минимумов. Но вы должны понимать, что евро уже активно продают. Хотите примкнуть к продажам евро? Селлимит 1.1630 как сделка. Доллар японская, иена. Я хотел бы, друзья, порекомендовать сейчас все же дождаться тех сильных отчетов, которые мы с вами, с которыми следим на этой неделе, и уже постфактум рассуждать о том, что будет с долларом дальше. Я надеюсь, что после текущих уровней, опять же, тех значений, которых мы наблюдаем сейчас, пару долларов японской, иена, у нас будет снова поддержка статистическая. Мы уйдем выше 109.50, и после этого будем присматриваться, может быть, к увеличению длинных позиций по данному дуэту активов. Почему я делаю на эту большую ставку? Потому что я верю в сегодняшний отчет по EDP. Я верю, что, несмотря на отмененную встречу Дональда Трампа и лидера Северной Кореи, она все же состоится в июне. И я верю в то, что американскую валюту вытащит также статистикой по Non-Farm Perils. В прошлый раз мы работали с вами с показателем уровня безработицы 3,9%, и на основании этого пришли к выводу о том, что такой уровень безработицы является свидетельством максимальной занятости и сигнализирует о будущем росте доходов, которые подстегивают инфляцию. Поэтому по доллару сейчас единственная причина, по которой доллар и иены сейчас снижаются, друзья, это все из-за того, что происходит сейчас в еврозоне в плане политического кризиса. Но уже под конец этой недели отчасти ситуация должна разрешиться, и дальше уже вряд ли Италия будет оказывать такое разгрузочное воздействие на доллар и стимулировать такие покупки иены. В общем, полагаю, что каких-то донных уровней мы уже достигли по доллару и японской иене, но покупать с текущих уровней я пока не стал бы рекомендовать. Лучше дождаться все-таки скрепления пары выше 109,50. Новозеландец против доллара, sell limit 0,6940. Друзья, рекомендую, как и раньше, продавать и австралийцы, и новозеландцы, искать для этого подходящие уровни по новозеландцу. Я вам сделку предложил по австралийцу, sell limit 0,7550. Мы должны все-таки выжать коррекцию на еще 200 пунктов, что по первому, то и по второму активу, потому что причин я называл очень много. Вот последние данные, кстати, по новозеландцу. Это комментарии руководства Резервного банка Новой Зеландии, им буквально несколько часов, о том, что для экономики по-прежнему сохраняются риски серьезной задолженности, закредованности. И последний отчет разрешения на строительство, там серьезный спад, особенно он констатируется отчетом месячной давности, когда был прирост на 13%, сейчас спад на 37%. Может быть, это еще один сигнал, но, конечно же, не такой, как инфляционные показатели, но все же сигнал в пользу сохранениями мягкой экономической политики. Доллар канадец. Сегодня очень важный день, поскольку сегодня Банк Канады будет принимать решение по процентной ставке. Но отмечу, друзья, что после текущего решения не состоится пресс-конференция господина Полза, которую возглавляет, собственно, Банк Канады. Поэтому никаких решений в плане изменений принято не будет. Я думаю, что и сопроводительное заявление тоже в лучшем случае повторит риторику прошлого седания. А мы знаем, о каких проблемах говорил Банк Канады. Мы знаем, что для канадского регулятора сейчас более, наверное, приемлемой является выжидательная позиция и отсутствие каких-либо агрессивных решений по росту процентных ставок. И сейчас уже, опять же, ссылаясь на последний, может быть, самый интересный новостной фон, который касался канадца и канадской экономики, это со ссылкой на премьер-министра Трюдо о том, что переговоры по НАФТ, оказывается, затягиваются и быстрой победы не будет. И, возможно, если и соглашение мы увидим в новом формате, то не раньше уже следующего года. Я считаю, друзья, то, что это мощный также сигнал неопределенности, который будет оказывать давлеющий эффект на канадский доллар. Не менее важным сигналом против канадца выступает и коррекция, собственно, цен на нефть, поэтому доллар канадец у нас уже активно восстанавливается. И мы фактически с вами добрались до показателя 1.31. Я думаю, что, как и раньше, можем ориентироваться на цель 1.33. Если мы сделаем, друзья, этот уровень, достигнем этого значения, будет совсем классно. Канадец снова реабилитирует себя, и мы поместим его в разряд наших дружеских нас активов. Сделка по доллару канадцу, байлимит 1.29.80. И пару слов хотел еще сказать про британца. Трудно объяснить то снижение, которое произошло в последней неделе. Я не буду сейчас высасывать из пальца какие-то мощные аргументы, чтобы оправдать. Потому что я не знаю, почему фунт так сильно обвалился. Но я сейчас, следя за динамикой роста вероятности изменения ставки уже в августе, вижу то, что эта вероятность увеличивается. И сейчас она уже превышает чуть-чуть 50%. Буквально неделю назад она ниже 40%. Почему растет? Да потому что выводы, которые с учетом текущей ситуации только можно сделать, гласят, что если банк Англии хочет повлиять на текущую ситуацию, хочет остановить рост инфляции, им необходимо укреплять курс национальной валюты. Как это можно сделать? Повысить процентную ставку. Это самый работающий инструмент, самый лучший и, может быть, оптимальный, наверное, сейчас самый эффективный ресурс в плане административных действий, которые можно использовать. И я надеюсь, что он будет использован в конце летнего сезона. Покупать фунт сейчас рискованно, потому что ему ничего не стоит провалиться еще, скажем, на несколько сотен пунктов. До поддержки 1,30. Но я рекомендую вам, если торговать британцем, то только с точки зрения длинных позиций и открывать новые ордера в бай только лишь после того, как пара фунт-доллар вернется выше отметки 1,3350. Я слежу за этим уровнем, друзья, и, соответственно, буду держать вас также в курсе. И скажу, если шуфтного открытия сделку, если купить британца против доллара, вы об этом сразу же узнаете. Еще хотел бы про доллар-франк отметить и предложить вам сделку Болимитса, метки 0,9910. Почему сейчас растет уверенность, что доллар-франк уйдет выше паритета? Это основано, опять же, на ожидании сильных данных по американскому рынку труда уже в формате этой недели. И я хочу напомнить вам о последних комментариях Джордана, который возглавляет Национальный банк Швейцарии, о том, что Национальный банк Швейцарии на текущий момент в любой момент готов провести валютные интервенции. И вы понимаете, что эти интервенции, как и всегда, будут направлены только лишь на достижение одной цели. Это ослабление курса национальной валюты. По евро более-менее нормальная ситуация против франка. Доллар-франк отличная возможность, друзья, чтобы купить. И уровень я, в принципе, дал. Можно дождаться поддержки 0,99 и действовать уже оттуда. Пара не динамичная, но как складывается сейчас фундамент, я думаю, что 100 пунктов еще можно взять уже с учетом тестирования паритетного значения по доллару-франку. Напоминаю, друзья, что сегодня у нас 15-15 статистик ЭДП. Далее годовые данные по экономическому росту. Также в 15-30 выдетных расходов на личное потребление. Очень сильные данные. Их можно было бы, по идее, размыть даже на неделе. Но из-за дня повиновения, который имел место быть в понедельник, эти отчеты уплотняются в рамках более короткого промежутка времени. И нам приходится работать со столь насыщенным фундаментом. Ну и будем работать, ведь наличие статистики – это не ее отсутствие. Поэтому поддержка должна прийти. В идеале бы, чтобы не просто была сильная статистика, а чтобы эта статистика напрямую повлияла на рост доходности трежериц. Вот как раз на него мы и рассчитываем. В 17-00 решение Банка Канады по процентной ставке. Я думаю, что каким бы ни было решение, какими бы ни были справительные заявления, у нас есть возможность, как и раньше, метить в район 1,33 по паре доллар-канаде. Возможно, сегодня мы станем еще ближе к этому ориентиру. И в 23.30 сегодня статистика от Американского института нефти по АПИ. Посмотрим за запасами, но больше нас будет интересовать, конечно же, уже официальные данные отчета, которые будут у нас завтра. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за ваше внимание. Отдельное спасибо тем, кто нашел время присоединиться к прямому эфиру. Увидимся завтра, также в прямом эфире, через перескоп в 9.30 по московскому времени. Хорошей вам торговой сессии, результативных дней. И я надеюсь, что под конец этой недели, друзья, у нас будет еще более припойненное настроение. Говорите о результатах и о том, что рынок наконец-таки стал в большей степени подчиняться фундаментальным посылам. Это как раз и нужно тем, кто делает большую ставку на фундаменте, то есть на с вами. На этом все. Всего доброго. До свидания.